Приветствую, друзья, сердечно. Ну, как освободиться от психотравмы? Ну, у Шапира была методика, когда ты думаешь о своей психотравме, и в это время пальцем вот так водят, и ты вот за счёт вот этого маятникообразного движения глаз эту психотравму быстрее переживаешь. А можно сделать ещё быстрее. Например, ты переживаешь о своей психотравме, которая засела у тебя в голове и никак не даёт тебе покоя, и мелко-мелко поморгать. Да. Или делаешь повторяемые движения, или делаешь левитационные движения, думая о чём думается, опустив мысли на самотёк. У нас же больше инструментов, чем у Шапира. ты перебираешь то, что тебе подходит по одну-две секунды, и то, на чём ты хочешь задержаться в этом повторяемом левитационном действии, или вот руки расходятся, или палец двигается по твоему желанию на полуавтомате, и думаешь об этом, что палец пошёл, не мешаешь ему, а сам в это время о психотравме думаешь своей. И эта навязчивость, эта фобичность, она снимается. Ты вдруг сразу, как в теореме Гёделя, выходишь из круга задачи, сразу становишься над нею. Тебе становится это как бы, ну, как будто 10 лет прошло, как ты психотравму вспоминаешь, но она как бы не так сильно тебя целиком включает. То вот так просто делается. А ещё один приём, друзья, это выговаривание. Вы ходите по комнате или сидя вспоминаете вот этот эпизод неприятный. Может быть, какое-то страшное состояние своё бывшее, или, например, постыдное своё действие, о котором ты не хочешь думать, но оно всё время лезет в голову. Ну, какой-то эпизод вспоминаешь, и в это время выговариваешься. Пару раз делаешь это, озвучивая, ходишь по комнате и говоришь всё, что в голову приходит. Вот я, например, вот так стоял и так делал, а в это время он ко мне позвонил, а я вот не удержался. Ну, такое постыдное действие, которое тебе глушит. Или страшное событие. Рассказываешь, ходишь по комнате, что тебя волнует, что в голову приходит. И вдруг в какой-то момент происходит обвал этого. Лавинообразный переход, так называемый, триггерный или квантовый. И ты как бы об этом думаешь, как будто 10 лет прошло, и тебе пофиг. То есть ты поменял своё состояние путём обыкновенного выговаривания. Сначала ты выговариваешься так просто языком своим, а потом мысленно, если хочешь. Ну, допустим, сидишь вот так вот, вспоминаешь эту травмирующую ситуацию, которая тебе жить не даёт. И мысленно это проговариваешь. И вдруг через одну минуту буквально как бы ты встал над этим. То есть ты поменял биоритм мозга. Ну да, друзья, это новые приёмы, которые просто бесценны, которых в интернете нет. Нигде. Вот посмотрите, у кого-либо не было, и дату посмотрите. Потому что миллионы людей смотрят наши передачи, и потом их начинают применять сами под своими названиями, под своими именами, не ссылаясь на нас. А я подбираю, например, сейчас для того, чтобы уготовить, как специалистов по ключу. И там я такие вещи даю, и не только это. А это требует специального разговора, чтобы человек вышел со мной на связь, чтобы я поговорил, посмотрел, сможет ли он так обучать людей других. Или он будет стоять над человеком и директировать. Вот такого никогда не возьму на обучение. Потому что там ключ – это вещь уникальная. Там принципы новые. Принципы новые. Не только приемы. А приемов у нас бездна. Подписывайтесь на канал Телеграм. И Телеграм-платформу, которая ведет Наталья Кавитама. Подписывайтесь на наш Ютуб, кто не подписан. Потому что, несмотря ни на что, я прогнозирую, что скоро все-таки Ютуб будет нормально опять работать. Без этого невозможно. Но увидите. А теперь до встречи.